Всем огромный-огромный привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Если мы с вами еще не знакомы, то меня зовут Лёля Власенко, и я автор канала «Любви к своему дому», о том, как перестать воспринимать быт как что-то утомительное и ненавистное, а воспринимать его и использовать как вдохновение для любых новых свершений и вообще как вдохновение к жизни. Сегодняшнее видео очень отличается от всех видео на моем канале. Это некая квинтэссенция самой полезной информации, которую я смогла вспомнить. Так или иначе в своих роликах показываю что-то, какие-то лайфхаки или, может быть, мелочи, которые вы берете себе на заметку. И, возможно, если вы смотрите меня давно, то уже взяли и что-то видели. Я решила соединить это все в один небольшой, но полезный ролик. Чтобы справиться с остатками любого клея, будь то остатки от наклейки или скотча, нам поможет эфирное масло апельсина. Я слышала много разных способов избавиться от этого противного липкого слоя, но мне ни один не помог. Я слышала, что можно спиртом попробовать убрать или растительным маслом. Мне никогда не помогало. Что не скажешь об этом способе. Возможно, еще поможет эфирное масло лимона. Слышала такое, но не пробовала. На себе испытала лайфхак с эфирным маслом апельсина. Нужно нанести его на поверхность. Могу сказать, что лучше наклейку снять. То есть, вот этот верхний слой лучше снять. Тогда сам липкий слой будет сниматься гораздо лучше. Мне предстоит проделать еще эту процедуру на балконе, где Лиза еще маленько приклеила наклейки, которые я ничем не могу убрать. И теперь знаю точно, что мне поможет. Наносим эфирное масло сладкого апельсина. Я покупала его в Магнит Косметик. Обошлось оно мне по акции, по-моему, в 26 рублей. Наносим его на липкий слой и даем постоять. Столько, насколько у вас хватит терпения. Я человек нетерпеливый и сразу начала его снимать. Но этот слой просто потрясающе снимается, если вы чуть-чуть подождете. Также для ускорения процесса я воспользовалась пластиковой дисконтной картой и просто, как скребочком, подцепила этот слой, который отлично снялся. Также этот лайфхак работает и с жвачками. Сейчас производители часто стали использовать наклейки, которые очень легко снимаются. Но у меня есть вот такой набор аксессуаров для ванной комнаты, которые я покупала в Леруа Мерлен. И там на каждом наклейки, которые вообще не снимаются. И сейчас уже я, наконец, их сняла. После того, как сняла липкий слой, помыла просто с мылом свою емкость. И вот, смотрите, нет ничего, не остатков клея и снимается очень легко. Если ваша пластиковая кухонная утварь окрасилась от каких-либо овощей, например, моркови или свеклы, и вы потеряли уже всякую надежду убрать этот оттенок, то есть очень классный способ избавиться от этого цвета. У меня такая история была с белой маминой теркой. Она ничем не отмывалась, и мама говорит, даже не пытайся, все равно ничего не получится. На самом деле, если взять капельку растительного масла и салфетку, то все это уходит за считанные секунды. Просто смачиваем салфетку в обычном растительном подсолнечном масле и стираем, словно ластиком. Утрем по поверхности, краска от овощей остается на тряпочке. Сейчас я уже помыла половник с помощью моющего средства, чтобы убрать этот блеск. И смотрите, он абсолютно как новый, нет никакого постороннего цвета. Я не знаю и не видела ни одного шкафа, размера которого было бы достаточно для верхней одежды. Мне кажется, какого бы размера ни был шкаф, в зимний период его всегда будет мало. И одежда в нем будет висеть достаточно тесно, и самое раздражающее и бесячее, то, что она время от времени спадает с вешалок. На самом деле есть простейший лайфхак, о котором, как оказалось, знают далеко не все. Для того, чтобы куртка не спадала с вешалки, перед тем, как повесить ее на плечике, нужно верхушку вешалки продеть через петельку, которая есть в большинстве курток. Если петельки нет, конечно, тут этот лайфхак не пригодится. Но вот если петелька есть, это срабатывает уже на автомате, когда ты привыкаешь так делать. И куртка, даже если спадет с плечиков, все равно останется висеть на вешалке. Недавно я узнала, что существует просто волшебное аптечное средство, которое поможет справиться с въевшимися пятнами на пластиковых окнах и на пластике. Вообще, у меня на пластиковых окнах вообще были не отмывающиеся, такие пожелтевшие пятна. Я не могу сказать, что это были за пятна. Это точно была какая-то реакция, связанная с солнцем и жалюзи. И вот у меня полностью потемнел пластик. И тут вуаля, мне пришел на помощь диоксидин. Он продается в аптеке, стоит недорого. Не очень приятно пахнет, но это дело десятое. У диоксидина есть такое свойство. Он как бы разрыхляет и снимает верхний слой пластика, поэтому его нужно деактивировать. Как нужно действовать? Наносим диоксидин на поверхность, которую хотим очистить. Протираем тряпочкой и потом пшикаем любым средством. Я пшикала универсальным чистящим средством. Можно взять средство для мытья посуды. И протираем сверху, как бы восстанавливая структуру пластика. И посмотрите просто на глазах то, что я не могла отмыть годами. Сказать, что я в восторге, ничего не сказать. Недавно моя племянница разрисовала нам полмаркерами, но я даже чуть-чуть не стала паниковать, потому что когда моя младшая дочь была маленькой, она маркерами разрисовала просто все. И с того момента я знаю, как с ними справляться. Дело в том, что все вот эти стойкие маркеры, они на спирту. На спиртовой основе. И несмотря на то, что их ничем не сотрешь, они просто за считанные секунды вытираются спиртом. Я использую муравьиный спирт. Он, по-моему, только он продается у нас в аптеке. Может быть еще какой-то. В общем, берем любой спирт, смачиваем ватный диск или салфетку и просто стираем маркер, как будто он и неустойчивый вовсе. Кстати, классная идея еще была по пути продезинфицировать дверь, и даже акрил, который случайно обнаружился в момент съемки, стер со спиртом вообще отлично. Я долго думала о том, стоит ли показывать на ютубе такой момент, как чистка слива от волос, попавших туда, а потом подумала, что от этого никуда не денешься, и все мы с этим боремся. Конечно, для прочистки слива можно использовать специальные пакетики или гели, которые нужно залить, подождать, при этом вдыхать не самые приятные поры. Для меня гораздо проще почистить слив просто один раз, много-много лет назад, купив крючок для вязания. Нужно, чтобы он был не слишком большим, и это занимает просто считанные секунды. При этом слив в ванной или в душевой чистится очень быстро. Я просто опускаю крючок в слив, подцепляю несколько волос, и потом вытаскиваются абсолютно все. Иногда вытаскивается такой комок, что немного страшно. Сейчас существует огромное количество аксессуаров для стирки, но, как оказалось, далеко не все про них знают. Какие аксессуары для стирки могу посоветовать я? Это шарики для стирки и шарики для сушки вещей. У меня есть вот такой резиновый шарик, который можно использовать как для стирки, так и для сушки. Есть еще продаются такие маленькие шарики специально для стирки. Для чего они нужны? Во-первых, они собирают на себя мусор и волосы, и стиральная машина так не забивается. Ее реже нужно чистить, но это только на пользу стиральной машине. Еще эти шарики выбивают вещи, и средство, порошок лучше выполаскивается. Ведь далеко не полезно, если средство для стирки остается в вещах, и вы потом носите это на себе. Плюс еще есть очень раздражающий фактор, когда после стирки вы открываете барабаны, там в узел завязались разные колготки или штанишки. Вот шарики для стирки делают так, чтобы этого не случалось. Плюс они делают белье мягче. Также есть шарики для сушки. Это вот такие шерстяные шарики. Я свои заказывала на сайте iHerb, но сейчас он недоступен. Огромное количество точно таких же шариков продается на различных маркетплейсах, на Озон, на Валберес. Обязательно такие шерстяные шарики добавлять при сушке пуховиков, вообще любых изделий из пуха, например, подушек, ну и также верхней одежды. А вообще их можно добавлять всегда, потому что они впитывают немного в себя влагу, они делают вещи еще мягче, несмотря на то, что сушильная машина и так делает их мягкими. И даже можно ароматизировать вещи, капнуть немного эфирного масла на шарик. Но тут такой момент, что если эфирное масло обладает каким-то цветом, то все-таки пятна могут остаться на одежде, я бы так делать не стала. А вот такой синий шарик от Доктор Бэкман, я с ним стираю вещи, но вообще он изначально предполагался как шарик для сушки. В специальную губку зелененькую можно окапнуть парфюм для сушки вещей, также для сушильной машины предусмотрены листы для сушки. Мои также сайта iHerb, но не менее классные, по-моему, даже лучше. Продаются на Озон, они, по-моему, корейские, я найду и ссылку оставлю в инфобоксе. Просто кладете пару листиков в барабан сушильной машины и вынимаете супер приятно пахнущее белье. На этом мое видео подошло к концу, и я очень надеюсь, что оно было вам полезным. Если это так, то обязательно поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны.